Правительство прислушалось к севастопольцам. Лестницы на северной стороне все-таки не станут замуровывать в плитку. Ранее общественность возмутилась тому, что власти Севастополя начали ремонт спусков Степана Разина и Водопьянова, по проекту, в котором предусматривалась укладка керамической плитки поверх старого камня. Эта плитка, она годится только в общественные туалетные стены. Не более того. Здесь лежит зеленый гранит под ней. Каждая ступенька зеленый гранит, из которого построен Воронцовский дворец. Новая плитка, она явно некачественная. И видно, что она для внутренних работ. Потому что она скользкая будет зимой. И потому она сразу стала смущать. Вы видите стена? Она покрыта бетоном. Здесь был дикий камень редкой расшивки. Вы понимаете, какая красота теперь утеряна? Этот-то бетон не сколотишь. Казалось бы, ну бетон, ну там еще там сверху чем-нибудь облепят. Облепят. Вот точно так же облепили. И вот этот вот шикарнейший ранее спуск Степана Разина. Возмущение местных жителей дошло до районных депутатов, а потом и до чиновников городского правительства. Настойчивость севастопольцев вынудила власти изменить проектное решение. Место керамической плитки строители будут укладывать на спусках природный камень. Плиты размером 600 на 300, шероховатой поверхностью, толщиной 20 миллиметров. Материал выбирали на общественных обсуждениях с учетом мнений местных жителей. Предыдущий контракт с подрядчиком был заключен на 3,5 миллионов рублей. Сейчас власти внесут изменения в договор с учетом более высокой цены стройматериала и сдвинувшихся сроков работ. До 12 июля 2019 года по данной лестнице должен был закончен капитальный ремонт. Но ныне из-за того, что у нас ведется изменение проектной документации, сроки сдвигаются. И тем самым 15 июля планируется начать выполнение устройства из новой плитки покрытия. И завершаться они ориентировочно к 1 сентября. Ремонт спусков Водопьянова и Степана Разина – часть комплексного благоустройства площади Захарова. Внизу уже готова первая очередь сквера, где раньше располагались ларьки и торговые палатки. А в следующем году запланирован ремонт сквера у памятника славы 2-й гвардейской армии. Но на данный момент главное отмечают местные депутаты провести в достойный вид объекты, на которых уже ведутся работы – спуски Водопьянова и Степана Разина. В данный момент есть только одно пожелание, чтобы те работы, которые начались, были качественные и в срок закончены.